Всем привет! Я продолжаю приобретать растения для своего цветника, пополняю коллекцию. Несколько дней назад забрала свой очередной заказ. Хочу вам показать, какие растения. Приобрела два скальных можжевельника. Это сорт Blue Arrow, переводится как голубая стрела. Это вечно зеленое хвойное растение. У него, соответственно, форма кроны стреловидная. Побеги очень плотно прижаты к стволу. Они жесткие и, соответственно, они должны хорошо держать и снеговые, и ветровые нагрузки. Цвет самих хвоинок у него зелено-голубой с таким сизым налетом. Пишут, что к 10 годам этот сорт вырастает до 3 метров, ну а в кроне не более полуметра. Также есть похожий очень сорт. Это Skyrocket. Я его тоже приобрела, хотя этот сорт я не хотела изначально, но взяла, потому что он был со скидкой. Вот этот саженец стоил 120 рублей, поэтому я его схватила. Но цветник сажать не буду, посажу где-то на задках. Вот вроде бы они очень похожи между собой, но характеристики абсолютно разные. Во-первых, Skyrocket намного выше вырастает, чем Blue Arrow. Он до 8 метров и выше, то есть это совсем не компактный можжевельник. Крона у Skyrocket, она такая столбчатая, а вот у Blue Arrow она колоновидная, узкая, с конической верхушкой. Но это вот видно уже явно. Цвет самих хвоинок тоже отличается. Вот у Blue Arrow это светло-голубой зеленцой и таким сизым налетом. А вот у Skyrocket он серо-зеленый, а не хвоинки. Еще Blue Arrow более устойчив к грибковым заболеваниям. Что не скажешь о Skyrocket, у него устойчивость будет средняя. В общем, по всем характеристикам Blue Arrow он интереснее, чем Skyrocket. Следующее растение, сорт Blue Carpet. Это вечно зеленый можжевельник, переводится как синий ковер. Его ветки очень жесткие, густо стелятся по земле. Хвоинки серебристо-голубого цвета. И к концу лета у него еще созревают ягодки-шишки, они будут темно-синего цвета. Очень декоративно смотрится. Пишут, что к 10 годам высоту он может вырасти до 30 сантиметров и в ширину 2 метра. Соответственно, растет он дальше. Но все можжевельники можно корректировать. Это стрижка. Дальше приобрела Барбарис Тумберга, Дартс Ред Леди. Купила по оценке за 120 рублей. Это декоративный листопадный кустарник. Высота его до полутора метра. Крона тоже примерно в этих же размерах. Сама крона будет широкая, круглая. Цвет листьев красноватый, темно-коричневый. Это уже видно. И на побегах и на стволе есть иглы. Они собраны в такие небольшие пучки. Осенью у него созревают ягодки такого красного цвета. Ну, в принципе, красивый декоративный кустарник. Еще приобрела 4 сорта метельчатые гортензии. Они все трехлетки. Первый сорт, мне кажется, самый известный. Это ванилла фрейс. Куст около 2 метров. В кроне около полутора метров. Соцветия после распускания от сливочного белого до малинового. Следующий сорт это Lime Light. В высоту куст около 2,5 метров. Цветет с июля по конец сентября. Цветы после распускания имеют ярко-зеленый цвет. Затем они белеют и к осени соцветия розовеют. Следующий сорт это Polar Beer. То есть полярный медведь. Сам куст около 2 метров. Цветение начинается в окрасе сначала нежной фисташковой, затем белой. И идет розоватый такой отлив. Цветет этот сорт до самых заморозков. В этом и преимущество этого сорта. И держит еще очень хорошо минусовую температуру до минус 40. Следующий сорт это Fry's Melba. Она очень похожа на ванилу Fry's. Ценится за крепкие прямо стоячие стебли. Этот куст не распадается под тяжестью соцветия. Еще я хочу вас познакомить с таким замечательным растением, но пока редким в цедниках. Это глициния макростахия. Гибрид Blue Moon. Это единственный гибрид, который способен выдерживать минусовую температуру до минус 40 градусов. Это многолетняя лиана. Может вырастать до 7 метров. Вот вы сейчас видите фотографию, которую я сделала на Красном Поляне в Сочи. Это был прошлый год, 15 мая. Это как раз и есть глициния Blue Moon. Цветы у нее окрашены внешне такой голубой цвет с лавандово-сиреневым отливом. Соцветия собраны в такие большие грозди и могут достигать до 30 сантиметров в длину. Листья такие обычные зеленые. Я долго искала этот гибрид. Саженцы в основном попадались на глаза, знаете, такие хиленькие, маленькие. В основном с открытой системой. Корни замотаны вот в эту встречу пленку. Вот нашла очень приличный, мощный саженец. Очень хочу, чтобы он рос у меня в цветнике. Вообще пишется, что глициния зацветает на пятый год жизни. Посмотрим. К сожалению, я не спросила, сколько лет этому саженцу. Ну, так если на внешний вид, но года три, я думаю, не меньше. Буду пробовать его черенковать. Пишут, что черенкуется хорошо. И размножать также его можно отводками. Тоже неплохо его таким образом разводить. Вот такое у меня приобретение, которое я очень и очень давно искала. Еще мое долгожданное приобретение. Это японская лиственница. Сорт Стив Виппер. Это хвойное дерево на штамбе со стелившимися побегами. Считается самой пушистой из всех плакотих. Высота около двух метров. По кроне в ширину около одного метра будет. Ну, вообще высота определяется. Это высота и штамба. Здесь я померила от земли до прививки. У меня метр пятьдесят шесть. Хвоя будет голубовато-зеленая. Не спадающая. Ну, сейчас она вот только, видите, просыпается. Это красавица. Есть формы и шаровидные, и колоновидные. Мне нравится плакучая форма. Еще популярен есть сорт. Это пендула. Я вначале и рассматривала этот сорт. Но все же Стив Виппер мне больше понравилось. Также нуждается в корректировке. Это обрезка. Вот такая красавица. Ей уже приготовлено самое почетное место. Это лиственница. Для такой красоты место нужно самое парадное. Следок еще хочу показать хосты, которые я заказывала в фирме Поиск. Это были маленькие корневища в белых пакетиках. Я их высаживала в эти горшочки на доращивание. Это тоже для цветника. Четыре сорта приобретала. И вот они теперь так выглядят. Смотрите, тронулся в рост. Здесь так вообще. Смотрите, какая красота. Голубой, сизый лист. И обрамление желтое. Очень красивое. Здесь тоже все в порядке. Начинает просыпаться. Ну и здесь такой небольшой росток. Но он живой. Все хорошо. В общем, до высадки это уже будут полноценные большие растения. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok